Добрый день, здравствуйте мои дорогие друзья, зрители сегодня 9 июня, блогер из Перми, бывший сотрудник компании ТГБ, Бессонов, Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот в сентябре предстоят последние выборы, да, все, больше выборов никаких не будет, даже инвестиционных. Почему? Потому что, ну, в Европе уже дали понять, что после 24-го года считают переизбрание Владимира Владимировича нелегитимным и так далее. Ну, репрессии больше не работают, потому что, ну, уже бесполезно репрессировать, потому что, ну, все запретили, понимаете. Уже затистили фактически все политическое поле, всех недовольных и согласных убрали, оставили только довольных одобрянцев и так далее. Но забрав политические свободы, нужно давать экономическую реформу. Кстати, вот не случайно Путин открыл память их Александру Третьему, а именно реформы, контрреформы Александра Третьего, и тут правые историки, они породили революцию с 5-го и 17-го годов, да. Его отец, Александр Второй, готовил Конституцию, освободил крестьян и так далее. А этот, кстати, не он должен был быть царем, но, так сказать, так как убили Александра Второго, то, так сказать, экстренно, он нигде ничего серьезного не учился, Александр Третий. И поэтому его взгляды на управление, они сводились к тому, что запрещать, не давать. И фактически он породил социальные потрясения и революции, потому что запрещал учиться студентам, запрещал собираться в кружки, запрещал политические партии, запрещал независимые СМИ, рабочим запрещал создавать профсоюзы, хотя принял, в общем-то, неплохое трудовое законодательство. Ну, в общем-то, так сказать, все историки сводятся к тому, что именно он подготовил своими репрессиями, нежеланиями, реформами. Вот Путин, он такой знак подает, видимо, это его любимый герой, что я вот Александр Третий. Да, но Александр Третий начал экономическую реформу, да, его, так сказать, ну, там спорный, но тем не менее, какой-то рост дал. А что у него, да, у него фактически полный развал прав, крах в экономике, да, так сказать, посмотрите, мы прошли пандемию, фактически народ оставил без денег, сегодня называют цифру 80 миллионов, 80 процентов населения в состоянии нищеты находится, не бедности, а уже нищеты, 80 миллионов, то есть, ну, это дальше уже все. Экономику развивать невозможно, потому что у населения нет денег, ну, тупик. И он, так сказать, да, не понимает, что происходит. Но и, к сожалению, он сам не хочет и не может уйти, потому что у него, ну, у него ментальность человека застрелить, не пускать, наказать, ну, то есть, ну, он не понимает, что в общество люди хотят выборы, хотят независимых СМИ, хотят более сложной системы организации страны. Ну, вот, на этом погорела КПСС, когда отказался от политической реформы, и только пришел Горбачев, и, ну, это то же самое. К сожалению, к сожалению, к великому я не призываю, я меньше всего хочу этого, но, тем не менее, после приговора к Латошкину, где за призывы законных протестов получают срок, я уже боюсь, ну, бесполезно уже бояться, если эту команду посадят, поэтому делают, пускать, что хотят. Ну, что они могут? Ну, посадить, ну, отравить, ну, что-нибудь подбросить там, ну, учить, воспитывать, развивать, совершенствовать, они все не умеют. К сожалению, все закончится колоссальным трагедией, потому что, ну, общество не может так больше жить, понимаете. Люди хотят выборы, хотят борьбу реальной с коррупцией, хотят независимых СМИ, хотят, так сказать, самореализации, так сказать, ничего этого нет. Да, вот этот человек войдет в историю, как человек, который окончательно погубил великую страну, любимую Россию, к сожалению, такова и лучше. Спасибо, ваш бессонный.